Микроклизма? И как, по-твоему, я должна прорекламировать микроклизм? Вы уже получили оплату? Да, мы получили оплату, как и договаривались, 4 ящика микроклизма. В смысле, бартером мы с ними работаем? Да, бартером. Сегодня инстасамка, да какая еще, самая богатая инстасамка, которых я вообще видел в своей жизни, не считая американских. Коротко просмотрите ее инстаграм, вот тачки, Porsche, Rolls-Royce, Phantom, Nefantom и все прочее, все это у нее есть. Откуда? Сейчас мы узнаем. Ну, ты знаешь, что мы сейчас будем делать. Я быстренько включаю заставку на пару секунд, а ты быстренько успеваешь ставить лайк в это время, поэтому поехали. Виктория Портфолио, YouTube контент мейкер, а еще жена и мама погода. И вот последнее нас интересует больше всего на стиле, юморе и спорте. Стиле, юмор вы уже заценили в начале ролика, и спорте. Где, где спорт, где, где жопа-то, я не понимаю, ее нету, нету ее. Ладно, хорошо, будем справедливы. Выглядит неплохо, я бы сказал, даже хорошо. Особенно, как для среднестатистической женщины. Ну, если бы не вот это лицо, ну, я бы на твоем месте не выставлял бы это фото. Ну что, что это? Ну, теперь разберемся немножечко по поводу моды. Мода. Мне кажется, она эти штаны сняла с любой из 90-х, прямиком оттуда, да, из этого безбашенного времени. А вот туфли, чулки, или как это, лабутены там называются, черт его знает, я не модник. Но суть в том, что она их украла у моей матери. Да я, когда был маленький, в них одевался, они были мне выше яиц, и вот именно в них я бегал по дому и представлял, не знаю, что я там представлял, но я в них бегал, короче. Мода. А вот мода с еще раннего времени, прямиком из Союзов пришла. Посмотрите, напялить на себя мужской пиджак. Но все остальное, как я сказал, уже как из совка. Да, вот сумочка такая у деда моего была примерно похожая. А юбка-то юбка. Ух! Так бы и... Ну, вы поняли. Ой, Вика, берегись, рядом со мной не появляйся. Вот, допустим, одна из ее тачек, это Порш. Да тут не одна фотка, тут целая коллаборация с фоток, вот это каруселью прокручиваем и смотрим, насколько я... Даже сумочку свою надо показать. Да и туфельки заодно все покажут. Лайкнул случайно, сука. Два раза, знаете, когда кликаешь, сразу лайкает. Короче, она делает все, лишь бы вот кинуть нам черни в лицо, какие же мы ничтожные по сравнению с ней, выставляет это все в Инстаграм. И знаете, знаете, что характерно? У нее целая куча хейтеров. Она даже наняла специальных людей, которые удаляют у нее плохие комментарии. Более того, когда-то ей написали комментарий, что ее дети вроде как не очень красивые, и пожелали им вроде как смерти, ей тоже. И вот когда детей трогают, ох, женщину зацепило. Читаем следующий пост. Те, кто со мной давно, знают, что я ответственный человек, и словно ветер не бросаю... Ух ты, пообещал разобраться, значит, доведу до конца. Уже сегодня, после консультации из юристов, я подготовила текст заявления в полицию. А как вы думаете, на что текст заявления? Как я вам рассказал, под последним моим видео был опубликован комментарий, содержащий оскорбление и угрозы в мой адрес, и адрес моих несовершеннолетних детей. Я нормально отношусь к критике. Жизнь блогера просто невозможна без этого. Да, и без заявлений в сторону своих подписчиков тоже, я так понимаю. Я все прекрасно понимаю. Но угрозы? И пора поднять вопрос полной безнаказанности за написание кому-либо угроз. Никто не имеет права угрожать другим людям. Ты хотела сказать твоим детям, поскольку, когда тебе угрожали, тебе было плевать. Да и на всех остальных тоже. Кстати, немножечко отойдем от ситуации. Ты модница, что это за сетка с Алиэкспресса? Я такую Наташу купил для специальных орлевых игр. Наташа называет этот костюм рыбная сетка. Стоил примерно 200 рублей. И да, я понимаю, что на Вике все дорогое. Она все покупает только там каких-то вот эти бренды. Там эти гуси, Диори и прочее. Кстати, процо я недавно постебался. Вайн в инстаграме снял, еще не выложил. Честно, друзья, вот я настолько чужд этому всему. Настолько чужд этим шмоткам за огромные деньги. Я понимаю, насколько ты выглядишь глупо, когда ты покупаешь футболку за 20 тысяч рублей. Ты просто в этом, ну ты, ты лох просто этого первых. А во-вторых, ты лох два раза, потому что ты показываешь свое животное естество всем на амбразуру. И все сразу понимают, он хочет высокого статуса. Обычно это присуще бедным людям, которые родились в бедности и вырвали, собственно, как это Вика и сделала. А как вы думаете, в чем секрет богатства? Как сделала? С мужем познакомилась. Да, именно. Собственно, ну вот. А вот до знакомства с мужем, после знакомства с мужем. И да, друзья, не стоит читать эту женщину плохой. Я, может, здесь и немножечко смеюсь, троллю и подшучиваю, но у меня контент такой. Но женщина знает, кто и в будку кости кидает. Ни в одном посте я не увидел, чтобы она где-то восхваляла себя саму и говорила, что мне никто не помогал. Вот я все своими силами. Как любят это 99,99% вот этих женщин. Так что из всех остальных подобных ей она выделяется честностью. И открыто говорит, что да, вот мой муж, мой спонсор, все дела. Хоть за это спасибо. Потому что как же я ненавижу, когда женщина, которая трамплином поднялась на каком-то мужчине, пусть сейчас и зарабатывает сама, но ничего бы этого не было без того мужчиной, начинает говорить о своих собственных тяжелых свершениях. Кстати, чем закончилась эта история с тем, что она пыталась обвинить за комментарий, я не знаю. Но деньги в странах СНГ решают многие вопросы. И поэтому предположу, что, возможно, где-то она этого добилась, чего-то, но уже об этом не распространяется. Как бы посадить человека за то, что он где-то что-то написал, это негативно будет влиять на ее образ, да? Если кого-то вдруг интересует моя ничтожная точка зрения по этому поводу, я вам скажу, что я вообще против любой цензуры. Свобода слова, краеугольный камень свободы остальной, поэтому она обязательно... Не, ну да еще секундочку, вернемся к моде. Ну что это, блядь, это что? Может быть, у такой черни, как я, немножечко недоразвит вкус в одежде. Может быть, мне на самом деле глубоко плевать в основном на одежду. В смысле на ее стоимость. Выглядеть при этом нормально, конечно же, я хочу. Вот придумай, давай ты придумаешь подпись к этой фотографии, назови ее. И напиши в комментариях, вот прямо сейчас я почитаю. А лично мое это пугало в метро, потому что, я не знаю, может этот наряд в другом месте и смотрится нормально. Но не здесь, нет, не здесь. Стоят там обычные какие-то рабочие, мужик стоит и смотрит, и думает. Ну вру. Я научусь удалять плохие комментарии. Все будут знать. Что все будут знать? Что я умею удалять комментарии. Что ты умеешь садить людей за свободу слова. Ты знаешь, какова будет реакция? Ты знаешь о зависти людей, которых этого нет. Им не повезло, так как тебе встретит твоего мужа. Это просто везение, пойми, ты случайно получила то, что у тебя есть. В твоей заслуге в этом нет ни капли. Ты можешь сказать, ну я там постаралась, подсуетилась. Любой бы постарался, подсуетился на твоем месте. Попади он в нужное окружение. Кроме того, за что я опять могу кинуть респект небольшой? Она была знакома со своим мужем до того, как у него появились какие-либо деньги. То есть она с ним была за идею, за любовь. И мне это нравится. И, видимо, она хорошая жена своему мужу. Здесь я ничего не могу сказать. Я как вижу. Фотографирую быстрее, пока люди не пришли. Быстрее, Паша! Ну и вот, собственно, вы видите, откуда у нее бабло. Ладно, шучу, нет, это я не ее муж. Ее муж выглядит не лучше, не подумайте. Он моложе, но при этом он такой же, ну... А хрена она с этим дедом в кровати делает, я не знаю. И знать не хочу, неинтересно. Ладно, не удержался. Вон ее муж справа от нее сидит. Вот посмотрите на лицо человека, который имеет такие деньги. Мне кажется, по его лицу видно, что человек просто загнался на нее работать. Дай поспать мужу, ты посмотри на его синяки. Посмотри на синяки своей дочери. Дай выспаться родственникам, отпусти их из рабской кабалы. Ничего, один денек новая баленсиага не купишь нормально. Друзья, до этого все было херня, которая померкнет сейчас перед тем домом, который я вам сейчас покажу. Ну что, проходите. Сейчас буду показывать вам дом. Блядь, с удовольствием. Итак, это наше прихожее, где все, включая тебя сейчас, развиваются и смотрят в зеркало. И также перед выходом я всегда тоже смотрю в зеркало. И вообще у нас в доме очень много зеркал. Мы поняли, Вика, ты очень себя любишь. Много зеркал, много дорогой одежды, машин. Отпусти мужа из кобылы, пожалуйста. Муж хочет спать, Вика. Проходим в гостиную. В гостиную. Огромное, огромное пространство. Мы любим тут сидеть на званах, болтать в любое время и днем. Потолок и высоту заценили. У нас очень здесь приятные полы. Это брамор. Все полы с подогревом, все полы из брамора. Это оникс. И обратите внимание на очень важный момент. Все швы абсолютно гладкие и не чувствуются. Да, потому что бедные рабочие, которые на твой муж копейки платят, приходили вот так вот и зашлифовывали твои швы между твоими стыками плит. Самый высокий потолок. Ой, не вижу даже конца и края. В общем, 11 метров. 11 метров. Я не вижу конца и края твоему ЧСВ. Твоей гордости за то, что ты получила, просто случайно. Твой муж может этим гордиться, если, конечно, он не ворует налоги. Потому что если ворует, то не может. Потому что этот дом, получается, построил не он, а налогоплательщики. Обычные люди. Знаешь вот, что вызывает вопросы в этом видео? Да, хороший, дорогой дом много денег потратил. Заполировали тебе швы между плитами, да. Микрофон, ты почему купить не смогла? Ты мне объясни, какого хрена я слышу это эхо. И, конечно же, кухня. Кухня. Все, конечно же, мрамор. Коричница тоже сделана из мрамора. Это раскладка бабочки. Помню, как муж-удебил меня заказал такую вытяжку. Выезжает. Выезжает. И таким же образом задвинутся. Когда-то давно мне Наташа показывала. Там стучишь по посудомойке, по-моему, и она открывается. Да-да-да. Даже во время работы. Покажи, покажи. Тук-тук. Вот так она открывается. Ой, когда деньги девать, просто некуда посудомоечная машина, которая сама выезжает. Знаете, почему я бы себе не... Ну, не знаю, может, я обладаю этими деньгами и поставил бы. Но вот сейчас вот я, в принципе, ну, мог бы, наверное, купить себе. Зачем? Ну, мог бы. Это ж просто элементарно. Оно сломается быстрее, чем механизация. И придется, сука, звать какого-то человека. А мне лень всегда звонить кому-то, вызывать кого-то. Хотя у них явно есть какой-то человек, который за всем этим домом тоже следит. Поэтому, может быть, мои претензии не обоснованы. Давайте чуточки промотаем. Стекла там бронированные свои. Давай, покатывай. Ну, там вина, наверное, там 17-го века, 15-го, не знаю, 10-го, 8-го. Карта, ой, блядь, все, прекращай. Я вообще не алкаш. Любое вино, сколько бы оно не стоило, я бы, если бы оно дорого стоило, просто бы продал бы его. Пить это говно и себя травить, если честно, это, извини меня. Тот, кто меня сейчас назовет, типа, быдлом, не ценишь, букеты, вот эти винные. Я ненавижу алкоголь. Это отрава для нашего организма. Если отрава лежит 300 лет, то это не мешает ей быть меньшей отравой. Там один бокальчик в день не навредит, не навредит. Но ты так алкоголиком станешь рано или поздно. Ну, становятся люди. Зачем себя искушать? Зачем это нужно? Я вот чай люблю. Обычный, черный, дешевый. Также можно опустить защитные ролеты с помощью кнопки. Защитные ролеты. То есть, есть от кого опасаться, правильно я понимаю? То есть, вы рассчитываете, что когда-то кто-то за вами придет. Ну, иначе зачем их вешать? Потому что там же частная территория. Явно, кого попало туда, не пускают. Явно, это богатый район, там есть охрана. Здесь у нас домашний кинотеатр. О, домашний кинотеатр. А ну, покажи, покажи. Я люблю кино. День звездных войн. Это Дарт Фейдер на сцене. О, конечно же, нужно мне его представить. Дарт, а я не знал, спасибо. Давай, штурмяков еще там тоже укажи, что у меня здесь нарисован штурмовик. Это штурмовик. Звездное небо. Тут очень удобное сидение реклайнера. Сейчас я вам это покажу. Механизированные там всякие. Я понял, откидывается, закидывается. И вагинальные там вставки делают, наверное, если мужа вдруг дома нет. И деньги зарабатывают, и жрать приносят все, что угодно. Хорошо. Завидую искренней завистью, потому что я люблю кино. И все, что я себе пока могу позволить, это два 55-дюбовых телевизора, которые у меня стоят в одной и в другой комнате, и в них мы смотрим фильмы. Но в следующей квартире, думаю, я себе тоже что-нибудь подобное оборудую. Я закончила. Сейчас мне нужно сгонять по делам. А, ну, конечно же, в Роллс Ройс садиться, сгонять по делам. На чай съездить. Типа, смотрите, чернь, я кидаю его. Вот вам в глаза кидаю. И Роллс Ройс у меня, и домашний кинотеор, и какой дом у меня. А потом ты спрашиваешь, почему люди тебе напишут подобные комментарии. Потому что не надо им кидать свою роскошь в глаза, они это не особо любят. И, естественно, особенно в странах СНГ, где у ни у кого ни черта нет, а у тебя все есть, это будет вызывать вопросы. В странах СНГ бизнес без денег организовать практически нереально. Это очень сложно. И вот эти все истории про поднятие с нуля честным путем, это можно оставить только для детей. Где-то что-то незаконное вы, наверное, делаете. И логично, что такое богатство в странах СНГ вызывает негатив. Поехала, по делам поехала. На чай еб. На Роллс Ройсе. Если честно, друзья, я не буду присоединяться к людям, которые ненавидят других людей только за то, что у них есть. У меня у самого никогда ничего не было. Сейчас уже что-то есть, завтра будет то, чего нет сейчас. Но Толику зависти я все-таки имею. Я завидую не тому, что у нее есть. Я не завидую ее мужа, который все это заработал, если он заработал это честным путем. Я завидую ей, которая это получила вот так вот. Просто потому, что она жена. Просто потому, что родилась женщиной. Как я уже много раз говорил, экономически выгоднее в 21 веке рожаться женщиной, чем мужчиной. А вот к чему это приводит. Ты ни о чем не беспокоишься, у тебя все есть. На самом деле, все это, друзья, шутки. Вы должны это понимать. Это просто юмор и травля просто за то, что у человека есть. Если он зарабатывает это из своего кармана, а не из наших с вами, это неприемлемо для меня. Тем более, у меня складывается впечатление, что она хорошая мать, хорошая жена. Во всяком случае, она на голову для меня выше практически всех инстасамок, которых я рассматривал до этого. Хотя бы потому, что она открыто говорит о том, откуда у нее и что есть. Кстати, как зарабатывает ее муж, я искал, искал информацию, никакой информации так и не нашел. Это человек-невидимка просто. Такая конспирация наводит на определенные мысли. Ну да ладно, что я буду здесь загадывать. Я же пришел сюда повеселить вас, поэтому сделай и ты. Четыре вещи, которые тебе сделать несложно, мне очень помогут. Это лайк под это видео, подписка на мой канал, колокольчик рядом, сколько подписаться и комментарии, Виктория Портфолио под этим видео. Спасибо, что смотрел с тобой в Италии Дан и всего тебе хорошего.